Живопись Феофана Грека и Андрея Рублева В 1370-е годы в Новгороде появился греческий художник по имени Феофан Грек. Это событие не только для художественной жизни города, но и для всего русского искусства. Его фрески «Церкви Спаса на Элине» дошли до нас далеко не в полном составе. Тем не менее, общее представление о росписях составить можно. И главное, не о конкретных фигурах и сценах, а о характере и теме работы художника. Даже сейчас поражает гигантизм персонажей. Контрастность масштабов изображений, обилие отдельно стоящих фигур. Фронтальные фигуры, замкнутые в самих себе, самодостаточные, находятся в нижней зоне храма, там, где наиболее тесен контакт со зрителем. Достаточно полно сохранилась и роспись троицкого предела на хорах. Здесь изображена очень каноничная троица, средний ангел которой осеняет своими крылами сидящих за столом и придает всей композиции очень закрытый внеземной характер. Она имеет как бы мало отношения к реальной жизни. Все тоже везде и нигде. И если для нас гадательны, хотя и не реконструируемы богословские смыслы, то во всяком случае, безусловно, ценность своеобразия его художественного языка. В манере его нет ничего заученного, монотонного, привычного, напоминающего какие-либо иные иконы и фрески. Его кисть движется стремительно, даже молниеносно. Не задерживаясь на деталях, он лепит чистую форму и двумя-тремя ударами белил оживляет образ. Многие фрески в церкви Спаса подобны призрачной картине, наблюдаемой ночью при вспышках молнии, когда глаз успевает уловить только отдельно ярко освещенные части фигур и предметов. Отшельники стоят, озаренные неземным светом, как зажженные неведомо кем свечи, освещающие мрак сомнения и нетвердости в вере. Феофановским образом требуется развитое пространство, причем не просто то реальное физическое пространство, в котором существуют все без исключения образы, но и пространство внутри самой композиции. Это очень специфическое и рациональное пространство, которое он создает как атмосферу, окружающую образ, и не имеющие четко очерченных границ. Оно не является определенным и объективным, его трансцендентный характер очевиден. У Феофана персонаж не бытует в своем пространстве, но создает его своими формами. Феофан Грек вышел из живописной византийской школы. Однако его живописная техника перешла уже в какое-то новое качество. Феофан не любит ярких пестрых красок, его колорит сдержан. Он имел обыкновение выполнять фрески на нейтральном фоне. Поверх него он накладывал терракотовые и охристые тона. Затем накладывал белые блики и темные тени. Во время раскопок были найдены фрески, не испытавшие воздействия пожара. Оказалось, что древние росписи были гораздо красочней. Здесь были золотые фоны, зелень и золотистая охра. Но все равно его гамма очень скупа и сдержана. Пробелы, длинные резкие мазки кистью, на одежде у Феофана Грека это знаменитые могучие пробелы, чистый и резкий свет, неземной слепящий, внезапно обрушивающиеся на материю на всякую форму. Это светомолнии, сжигающие плоть, вонзающиеся в тело, очищающие от скверны. Достижение Бога идет путем самосовершенствования и бесстрастия, но не безразличия. На Руси искусство Феофана произвело сильнейшее впечатление. О том, как высоко почитали его современники, говорят не только свидетельства современников, но и памятники новгородского искусства. Однако его русские последователи по-иному решали задачи, поставленные перед ними искусством Феофана. Это сказалось в таком памятнике, как церковь Федора Стратилата. Церковь Успения на Волтовском поле была построена в 1352 году и частично расписана в 1363. Полная роспись была осуществлена, вероятно, в 1380. В 1386 году, при вступлении полков Дмитрия Донского, церковь несколько пострадала от пожара. В начале 17 века шведские войска разоряли окрестности Новгорода, но фрески дожили почти до середины 20 века, чтобы окончательно и безвозвратно погибнуть во время Второй мировой войны. Волтовские фрески выполнены под влиянием росписи Феофана, но они выполнены русским мастером. В них нет сжигающей страстности Феофана, но много поэтического искусства и страсти по мировой гармонии. Волтовский мастер был многим обязан примеру Феофана, не только его неподражаемым приемом выполнения, живописному почерку, но и прежде всего способности воображать себе, передавать таинственно преображенные, но вполне отчетливые предметы, дающие представление об ином идеальном мире. Лебединой песнью новгородской иконописи 15 века являются знаменитые двусторонние таблетки из Софийского собора. Это небольшие иконы, написанные на туго проливкашином холсте, предназначавшиеся для того, чтобы класть их на аналой в дни церковных праздников. Это в сущности святцы. С приближением 16 века возникает интерес к совсем маленьким иконам со множеством фигур. Утрачивается былой лаконизм композиции, формы приобретают более хрупкий характер, письмо отличается особой мягкостью. Здесь существует некоторое самолюбование художественным приемам и рассчитано это искусство на рафинированные боярские вкусы. Легендарное имя Андрея Рублева, работавшего в 15 веке, было сохранено народной памятью и с ним часто связывали разновременные произведения, когда хотели подчеркнуть их незаурядное историческое или художественное значение. Но только благодаря научной реставрации, освобождению памятников от позднейших наслоений, оказалось возможным узнать подлинную живопись мастера. От работ Андрея Рублева и его соратника Даниила Черного во Владимирском Успенском соборе до наших дней дошли иконы иконостаса, составлявшие единый ансамбль с фресками, частично сохранившимися на стенах храма. Владимирский деисус – стилистический цельный ансамбль единого эпически торжественного ритма, прекрасно соотнесенный с масштабом интерьера и композиционным строем фресковых изображений. Колористическое решение деисуса – гармонически ясное. Спокойные и незамутненно чистые краски идеально согласуются с общей возвышенно-просветленной интонацией. Программа страшного суда во фресках Успенского собора решена с особой проникновенностью. Обширное пространство храма наполнено образами возвышенной красоты и благородства. Икона Вознесения, как никакая другая, из многофигурных праздничных икон, обладает особой ритмической организацией и композицией. Здесь проявилось свойственное Андрею Рублеву чувство гармонии, пластической уравновешенности. Колорит иконы многообразен за счет нюансированности каждого тона. Живописные плоскости основных тонов оживлены богатством верхнего моделирующего рисунка и лессировок. Следующей по времени создания работой Андрея Рублева является так называемый «Звенигородский чин» – один из самых прекрасных иконных ансамблей рублевской живописи. Чин состоит из трех поясных икон – Спаса, Архангела Михаила и Апостола Павла. Они происходят из подмосковного Звенигорода, в прошлом центра удельного княжества. Три большимерные иконы, вероятно, когда-то входили в семифигурный дейсус. В соответствии со сложившейся традицией по сторонам от Спаса располагались Богоматерь и Иоанн Предтеча. Справа иконе Архангела Михаила соответствовала икона Архангела Гавриила, а в паре с иконой Апостола Павла должна была быть слева икона Апостола Петра. В Третьяковской галереи хранится и самое прославленное произведение Андрея Рублева – знаменитая Троица. Созданная в расцвете творческих сил, икона является вершиной в искусстве художника. Во времена Андрея Рублева тема Троица, воплощавшая идею Триединого Божества – Отца, Сына и Святого Духа – воспринималась как некий символ времени, символ духовного единства, мира, согласия, взаимной любви и смирения, готовности принести себя в жертву ради общего блага. Сергей Радонежский основал недалеко от Москвы монастырь с главным храмом во имя Троицы, твердо веруя, что взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего. В Рублевской иконе внимание сосредоточено на трех ангелах, их состоянии. Они изображены восседающими вокруг престола, в центре которого помещена евхаристическая чаша с головой жертвенного тельца, символизирующего новозаветного Агнца, то есть Христа. Смысл этого изображения – жертвенная любовь. Символика Троицы соотнесена с ее живописно-стилистическими свойствами. Так как созерцаемое божество являло собой картину райского горного мира, художник с помощью красок стремился передать возвышенную небесную красоту, открывшуюся земному взору. Живопись Андрея Рублева, особенно звенегородского чина, отличают особая чистота цвета, благородство тональных переходов, свет излучают не только золотые фоны, орнаментальные разделки, но и нежная плавь светлых ликов, чистые оттенки охры, умиротворенно ясные голубые, розовые и зеленые тона одежд ангелов. Символичность колорита в иконе особенно ощутима в ведущем звучании сине-голубого, именуемого Рублевским голубцом. Академик Лихачев заметил, что национальные идеалы русского народа полнее всего выражены в творениях двух его гениев – Андрея Рублева и Александра Пушкина. Именно в их творчестве отчетливее всего сказались мечты русского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте. Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нравственные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.